Открытое море, песчано-галечный пляж. Лучшего места для отдыха просто не найти. Даже в феврале, если бы не одно «но». Находясь внизу, на пляже, истинные масштабы угрозы сложно оценить. Именно поэтому люди часто теряют бдительность, располагаясь для отдыха непосредственно под обрывом. В то время как над ними нависают вот такие массивы земли. В любой момент этот фрагмент может обрушиться вниз. Призываем вас не повторять увиденное. Прогулка у кромки этого обрыва или вылазка на пляж немецкой балки может завершиться трагедией. Беды не предугадаешь. Всё случается внезапно. Достаточно оказаться в неудачном месте в неудачное время. Вся береговая линия в районе посёлка Кача – зона повышенной опасности. Рельеф обрыва постоянно меняется, ведь обвалы и оползни здесь – обычное явление. Слеская почва, песок и глина сама по себе довольно рыхлая. Вдобавок берег размывают осадки и подземные воды. В 90-е годы, рассказывает глава Качинского муниципалитета Николай Герасим, с проблемой пытались бороться военнослужащие. Сбивали нависшие земляные шапки с помощью взрывчатки. Однако опыт показал, такой метод больше вредит, чем помогает. Начинается движение глубоко в толще грунта. Несчастные случаи на Качинском побережье происходили не раз. В 80-х годах до 90-го года завалило офицеров, это меня ещё здесь не было, в самой Каче. В 2005 году завалило девочку с Воронежа, по-моему, я не помню. Если вас всё-таки манят природные красоты немецкой балки, отложите визит сюда хотя бы на несколько месяцев, а лучше на полгода. На побережье вывели строительную технику, начались работы по инженерной защите территории от оползневых и обвальных процессов. Председатель Качинского муниципалитета отмечает поручение сделать безопасной береговую линию в районе немецкой балки он лично получил от городского правительства на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. При этом ни копейки из бюджета Севастополя потрачено не будет. С источником финансирования ситуация, пожалуй, беспрецедентная. Появилась возможность это сделать за счёт фирм-подрядчиков, которые неравнодушны или, как бы скажем, хотят завоевать авторитет на дальнейшее в нашем городе. Работы в районе немецкой балки встревожили жителей посёлка Кача. Поговаривают, что здесь роют котлован под гостиницу или коттедж. Грунт будут снимать слоями, чтобы образовались три ярусные террасы. Постепенно крутой обрыв высотой в 33 метра превратится в аккуратный склон, не потеряв при этом своей естественной живописности. Попутно муниципалитет возьмётся и за благоустройство пляжа, что планируют улучшить. Парковка была хаотичная. Ежедневно мы вывозили по Камазу мусора с этого пляжа, чтобы сохранять чистоту. С возможностью произведения этих работ у нас появится возможность организовать парковочные места, сделать элементарный сервис, организовать площадку для вывоза ТБО. Николай Герасим обещает, благоустраивать территорию отдыха будут деликатно. Так называемый дикий пляж превращать в плиточную набережную с бетонными пирсами и увеселительными заведениями не намерены. Что же касается инженерной защиты, сейчас идёт подготовительный этап. Непосредственно к работам приступят через пару недель. Основную их часть хотят завершить к началу лета, ведь такое уникальное место не должно терять привлекательности для отдыхающих в курортный сезон.